Три месяца пролетели незаметно. В Махачкале завершился сезон интеллектуальных игр клуба «Идальга». В финале жаркого состязания встретились 18 сильнейших команд. Как все прошло, расскажет Карим Даниев. Проект «Игра с умом» собирает вокруг себя разных людей, от простых работяг до руководителей компании. На протяжении игрового сезона 80 команд боролись за почетное место в таблице. Главный критерий для участия – энтузиазм и любознательность. Артур Алиев – один из тех, кто дошел до финала. Мы участвуем в этой игре уже два года. Собрались, можно сказать, с семейным таким составом. Супруга моя, подруга жены, мой товарищ, с которым мы работали вместе. Как-то спонтанно так получилось, собрали команду. Вроде получилась интересная команда, с которой нам удалось несколько раз выиграть. Занимали призовые места. Ну, в общем, получаем удовольствие от игры. Создатели «Игры с умом» занимаются проведением интеллектуальных игр с 2013 года. Все это время команда проекта стремительно развивалась и обрела огромный опыт. Сегодня же клуб интеллектуально-творческого развития «Идальга» открыл двери собственного центра. Сегодня мы, наконец-таки, официально открываем свой центр. Центр, который стал точкой протяжения всех молодых людей, которые относятся небезразлично к интеллектуальным играм. И это все благодаря существованию клуба интеллектуальных игр «Идальга», который в этом году празднует свое девятилетие. Ну и непосредственно проекта «Игра с умом», который совсем недавно отпраздновал свое трехлетие. Столь важные в социальном плане проекты не могли бы существовать и тем более развиваться без хорошей поддержки и помощи партнеров. Ну, я часто говорю о том, что любое общество, историческим двигателем прогресса любого общества является интеллектуально развитая молодежь. Когда я вижу такое количество умных, образованных людей с горящими глазами на один квадратный метр, я не могу оставаться в стороне. Поэтому в силу всех скромных возможностей нахожусь рядом, бываю рядом, если чем-то могу способствовать этому развитию, то обязательно прилагаю свои скромные усилия. Дагестан известен достаточно хорошо в разных направлениях. В первую очередь в спорте, как бы, да, наши ребята хорошо умеют выступать на соревнованиях и все остальное. И мы считаем, что не надо поддерживать не только спорт, но и надо поддерживать именно ту интеллектуальную часть, та, которая будет давать развитие молодежи. На протяжении трех месяцев мы являемся партнерами интеллектуальной игры «Игра с умом». И сегодня мы прибыли на мероприятие для того, чтобы вручить приз победителю сезона. Но очень важно поддерживать интеллектуальное развитие молодежи. И в целом любые инициативы, которые благоприятно на воспитание молодежи, на ее развитие сказываются, они в целом всегда важны бывают. И мы в том числе всегда рады поддержать такую инициативу. Сегодня для победы команде Артура не хватило совсем чуть-чуть везения. Главным же достижением для капитана команды стало хорошо проведенное вместе с семьей время. Самое главное, мы проводим с удовольствием время, видим друг друга, общаемся. Мне кажется, вот это самая главная победа для нас. То, что мы можем так хорошо провести время. Следили за финальной игрой и поддерживали команды Карим Даниев, Юнус Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.